В студии РЕН-ТВ Игорь Прокопенко. Здравствуйте. Кажется, у официальных лиц США наступило время официальных признаний. Не успели мы удивиться откровением Обамы, который неожиданно заявил, что Штаты всё-таки были посредниками в государственном перевороте на Украине. И вот новое шокирующее признание. На этот раз от официального лица Госдепа США Джен Псаки. Сообщая о своём уходе в декретный отпуск, что безусловно важно для любой женщины, Псаки заодно подтвердила и участие НАТО в военных действиях на Украине. Об этом она заявила в интервью одному из информагентств в Эстонии. Но если это так, а сомневаться в словах официального представителя Госдепа на Западе не принято, тогда возникает вопрос, почему же украинская армия под управлением инструкторов НАТО так плохо воюет? Сплошная безграмотность, предательство и незнание элементарных законов тактики. Быть может, не так страшен НАТОвский консультант, как его молюют? Подробности в нашем следующем репортаже. Эти кадры сняты 9 марта 2015 года. В порт Риги прибыл американский грузовой корабль «Либерти» с военной помощью из США. Посмотрите, как выглядит эта помощь. Кроме 120 единиц военной техники, в Латвию также прибыли 3000 военнослужащих 3-й пехотной дивизии США. Мало того, штаты не поскупились и прислали в Латвию не старые списанные грузовики и ненужные стрелковые оружия, как обычно, а новейшее вооружение. Танки М1А2 «Абранс». Средняя цена одного такого – 4 миллиона долларов. Присланные БМП М2А3 «Брэдли», которые считаются одними из лучших бронемашин в мире, тоже обошлись штатам в копеечку. Американский аттракцион невиданной щедрости в Латвии. Событие столь знаменательное, что мэр Риги Нил Ушаков даже сделал селфи на фоне выгрузки техники. Гражданам Латвии политики объясняют, бронетехника и военный персонал из США очень нужны стране для защиты от агрессии северного соседа, то есть России. Тема российской военной угрозы не только постоянно муссируется в прибалтийской прессе, но агрессором нашу страну называют некоторые прибалтийские политики. Например, спикер латвийского сейма Инара Мурниеце, которая отказалась в декабре 2014 года встречаться с послом России. Я считаю Россию страной-агрессором, поэтому не вижу возможности встретиться с послом России, пока Украина бьется с этой страной. А спирт заявок. Правда, в отличие от Латвии, куда на днях США прислала новейшую дорогостоящую бронетехнику, Украине ничего подобного пока не перепало. Во всяком случае, официально оружие для украинской армии США не поставляют, но неофициально оно присутствует. Вот лишь одно из доказательств. Американский противоминометный радар LC-Мэр. Он достался бойцам ДНР в качестве трофея после отступления украинской армии под Дебальцево. Конечно, киевская власть уже давно у богатого американского друга выпрашивает что-то посерьезнее радаров, но США не дают. Штаты оказались глухи к просьбам президента Порошенко подарить Украине переносные противотанковые ракетные комплексы Джавели. В США они вняли и голосу своего грузинского друга Саакашвили, который сейчас подрабатывает советником у Порошенко. И даже бравый комбат Семен Семенченко штаты не впечатлил. Главарь знаменитого карательного батальона Донбасс ездил в Вашингтон осенью 2014-го за оружием для нацгвардии, но вернулся не солоно хлебавшим. Всего, чего пока добился Киев от Запада, это то, что им собираются прислать новых военных инструкторов. Призывая инструкторов НАТО, Киев готовится к войне, открыто об этом говорит, к реваншу, к тем, что им поставят всякие там Джавелины и Апачи и всякое современное американское вооружение. Они в это искренне верят, это их такая уже даже религия стала военной. И они, конечно, хотят реванша. Конечно, американские политики-генералы постоянно твердят о желании помочь Украине взять реванш. Но пока из заграничного оружия у Киева только списанные венгерские танки Т-72. Причем за них Украина заплатила как запригодное к использованию в боевых действиях. Об этом сообщается в венгерской интернет-газете, которая и обнародовала эту историю. Кроме старых венгерских танков, в распоряжении вооруженных сил Украины есть и английские БТР и Саксон. Правда, тоже списанная. Десять лет назад. Мало того, эту рухать Украина тоже купила за собственные деньги. Теперь эти снятые в конце 90-х с вооружения британской армии БТР колесят по Украине. Посмотрите, 8 марта Саксоны видели в Запорожье. Индийские танки. БТР. БТР. Британия продала Украине просроченные БТРы, а Канада отдала в дар непригодную военную форму. Посмотрите, 28 ноября 2014 года в киевский аэропорт Борисполь приземлился самолет с военной помощью из Канады. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин благодарил Канаду чуть ли не со слезами на глазах. Стоя на этой взлетной полосе, перед этим самолетом, мы не просто понимаем, мы чувствуем, что мы не одиноки в нашей борьбе против российской агрессии. Что у нас есть настоящие друзья. Казалось бы, за что благодарить? 32 тонны военного снаряжения на общую сумму 3,5 миллиона долларов. Если бы не одно «но». Украинцам прислали бронежилеты и шлемы, которые лучше подходят для войны на территории Карпат, а не как против Донбасса. Надев летнюю канадскую маскировку на фоне выгоревшей травы Донецка, человек легко выделяется и становится прекрасной мишенью для снайпера. Видимо, отправляя Киеву помощь, монреальские собратья действовали по принципу «на тебе Боже, что нам не Гоже». Украинские силовики это понимают, но, говорит, стесняются. Пробуют, как могут, нахваливать канадскую форму. Недавно мы получили достаточное количество комплектов канадской формы. Куртка, штаны, ботинки. Единственная проблема, что размеры, скажем так, по системе канадской, поэтому тяжело подбирать. По мнению многих аналитиков, даже если бы киевские силовики были одеты как «Рэмбо» и обладали самым передовым вооружением, вряд ли бы это помогло украинской армии лучше воевать. Ведь как таковой армии в стране не существует. Действуют отдельные подразделения и части, которые между собой даже не очень хорошо скоординированы. Может воевать только регулярная армия. А регулярной армии в Украине нет. Там есть часть добровольских батальонов, и есть там так называемые вооруженные силы Украины, которые из себя представляют абсолютно необученных и не очень хорошо вооруженных полуголодных солдат. Как они будут воевать? Моральный дух вообще на нуле. И ведут себя тоже, как кому вздумается. Посмотрите, БМП с украинскими военными на броне идет на приличной скорости и сваливается в квер. Бойцы перевернувшейся машины чудом остались живы, и чуть было не пристрелили виновника ДТП. ВЫСТРЕЛЫ Тихо, 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 не стреляй! ВЫСТРЕЛЫ Выяснилось, что виновником ДТП оказался сам водитель перевернувшейся боевой машины пехоты. Он чуть было не убил своих сослуживцев, потому что был пьян. И это далеко не единственный случай. На этом видео нетрезвые бойцы украинской армии безуспешно пытаются зарядить миномет. И в результате просто заваливаются в обнимку с орудием. Мало того, свой дебош они записали на видео и выложили в интернет. О том, как в украинской армии хромает дисциплина, после таких кадров говорить не приходится. Дело в том, что украинская армия последние 25 лет практически не проводила никаких учений, не занималась боевой подготовкой, не занималась обслуживанием и модернизацией той боевой техники, которая стоит у нее на вооружении. Более того, очень большое количество этой техники просто хранилось огромными нарушениями техники безопасности, вообще правил хранения боевой техники и вооружения. И вот то, что происходит, когда ракеты летят не туда, танки взрываются, горят, это происходит, потому что безалаверно относились к своим служебным обязанностям. Калатно относились к обслуживанию боевой техники. Просто ее не обслуживали. Возможно, американские эксперты это уже поняли. После Иловайска и Дебальцева, где доблестная украинская армия понесла сокрушительные потери. Так что сегодня друзья Киева решили всерьез взяться за украинскую армию и превратить ее в аналог одной из армий стран НАТО. На днях из США по украинским городам и весям разослали военных инструкторов. Для начала они обучают украинских солдат оказанию первой помощи по стандартам НАТО. Они получают высокий уровень подготовки, у них высокий уровень мотивации. Американские специалисты уверяют, что скоро украинцев научат не только бинты и повязки накладывать, но и хорошо воевать. Правда, эксперты считают, американский опыт украинцам вряд ли пригодится. Ведь среди натовских и американских генералов мало хороших специалистов военного дела. А тех, кто хоть раз заглядывал в карту Украины, вообще раз-два и обчался. Например, командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Фредерик Бен Ходжес вряд ли видел карту Украины. Недавно американский командующий перепутал расположение Мариуполя. Представил его Черноморским портом, в то время как город находится на берегу Азовского моря. Позднее, в ходе интервью шотландской газете «Геральт», Ходжес признался, что допустил ошибку по неосторожности и даже назвал себя идиотом. Странно, что Ходжес, который руководит сухопутными войсками США в Европе почти пять месяцев, так и не заглянул в карту Украины. Вообще, квалификация этого американского генерала у многих экспертов вызывает сомнения. Недавно Ходжес заявил, что на Донбассе находится военнослужащая регулярной российской армии и умудрился даже назвать точную цифру 12 тысяч человек. Слова генерала опубликовало на своем сайте агентства «Рейдер». Свои подсчеты генерал проводит регулярно и весьма своеобразно. Судя по количеству амуниции и типу вооружения, абсолютно очевидно, что имеет место прямое российское военное вмешательство. Любопытно, что сегодня такие генералы, как Ходжес, собираются учить украинцев воевать. Ведь, по мнению аналитиков, все, что умеют военачальники НАТО и США, это воевать с плохо вооруженными отрядами иракских партизан или афганских талибов. А подразделение Новороссии – это не какое-то сборище маджахедов, это настоящая армия. Поэтому в войне против подразделений ДНР и ЛНР опыт американских инструкторов вряд ли пригодится. А инструктора, конечно, не нужны, они нужны для поднятия боевого духа. Вот смотрите, мы с вами, ребята, вы не одни, потому что там действительно никакого желания воевать нет ни у кого. Вы знаете, что, например, в десятки раз превышает поток граждан, в том числе и в Российскую Федерацию, со стороны Украины, чем возвращение назад. В десятки. То есть на одного въехавшего в Украину, в десять выехавших. Потому что никто не хочет воевать. Все пережидают здесь. Несмотря на то, что там армия, допустим, 50 тысяч, даже больше сейчас, 56 у них там на Восточном фронте, как бы, они же не боеспособны. Там боеспособны только националистические бригады и вот там какие-то еще наемники. Многие военные эксперты считают, реальный боевой опыт, который могут передать разному рода наемники, инструкторы или советники из США и НАТО, это как воевать с заведомо слабым противником. Желательно с какой-то малоразвитой страной третьего мира. Вы обратите внимание, с кем воевала американская и натовская армия последние 20 с лишним лет. Это армии, ну, стран третьего мира, да, армии, которые остались в своем развитии где-то на рубеже 70-х годов прошлого века. Это Ирак, это Сомали, практически армии нет никакой. Это Ливия, которая тоже, армии практически нет никакой. Вот, это Афганистан, там тоже нет практически никакой армии, никогда не было. Ирак, Афганистан, Ливия, список можно продолжать. Обратите внимание, армии НАТО и США стараются обходиться без наземных операций, а основные усилия сосредотачивают на авиаударах. Страны третьего мира имеют слабо развитую систему ПВО, и армии США и НАТО могут безнаказанно с воздуха бомбить города. Основная тактика – бомбить пожилым кварталом. Американцы в своем, таком, милитаристском угаре, они действительно воюют с теми, кто слабее их там, ну, я не знаю, даже не в десятки раз, наверное, в сотни раз. Тактика военных действий американцев, она одна. Они обстреливают мирные города из артиллерии. Почему они сейчас очень недовольны отводом? Это единственная тактика. Они же ведь там не идут в прямое боевое столкновение. Это обстрелы, и дальше короткие операции, там, ну, где-то, так сказать, что-то там, опять же, из тяжелых танков, из крупнокалиберных пулеметов. А вот так вот в боевое столкновение-то они практически не идут. Вот лишь несколько примеров этой знаменитой американской тактики. Кадры 27 марта 2003 года. Горит столица Ирака, город Багдад. Именно так Пентагон начал операцию «Шок и трепет» по свержению диктатора Саддама Кусейна. Поэтому начали бомбить. Тяжелые бомбардировщики Б-52 нанесли по городу массированный удар. За первые уже несколько часов 36 человек погибли, 250 ранены. Большинство – мирные жители. Примерно так же американцы поступали и в Ливии в 2011. Посмотрите, в ночь с 23 на 24 мая случилась самая масштабная бомбардировка Триполи. По столице Ливии армия НАТО нанесла более 20 авиационных ударов. Метили в тирана Муаммара Каддафи, но попадали, как всегда, по простым ливийцам. А вот так бомбили весной 1999 года бывшую столицу Югославии – город Белград. Посмотрите, горят больницы, школы, жилые дома. Гибнут мирные жители. В марте 99-го Югославию бомбили 370 самолетов НАТО. В апреле в налетах участвовали уже 1200 самолетов. 78 дней натовские бомбардировщики утюжили страну. Вот что вспоминают жители небольшого сербского городка Рашка. Первые бомбы упали на радар там, на горе. Сначала они бомбили радар. Сначала они не использовали самолеты, а вели обстрел с моря. Когда разрушили радар, то тогда уже полетели самолеты. И уже делали, что хотели. Бомбили, бомбили и бомбили. Кстати, эту тактику НАТО и США обстреливать жилые кварталы, переняли и применили на практике украинские силовики. Они царились по районам, заведомо зная, что там нет сил ополчения. Вот лишь один пример. Здание областного кровеческого музея. Его зачем-то разбомбил один из батальонов нацгвардии летом 2014. В середине августа здесь произошло несколько артиллерийских обстрелов. Нас обстреливали 14, 20 и 23 августа. В результате в здание музея попало 15 снарядов. Разрушена северо-западная часть здания. Крыло здесь находилась экспозиция зала растительный и животный мир Донецкой области. Полностью разрушена. Оказалось, Донбасс не Багдад. И даже не Белград. Просто так, беззастенчиво бить артиллерии или отбомбить самолетами по испытанной американо-натовской технологии не получилось. Ополченцы начали сбивать украинские военные самолеты. Что касается наземных операций, то, по мнению аналитиков, украинским бойцам, которые перенимали западный опыт, похвастать нечем. Например, в 2011 году в Феодосии в центре береговой охраны ВМС Украины британские военные советники и инструкторы тренировали украинских военнослужащих по зачисткам, захватам зданий и досмотру гражданских лиц. Однако инструктаж НАТО не помог. И в мае 2014-го украинские националисты затем сдали Крым без боя. А эти фотографии сделаны еще в 2006 году, за 7 лет до Евромайдана. На территории военной базы в Эстонии инструкторы НАТО обучают украинских националистов методом ведения диверсионно-террористической деятельности и приемом партизанской войны. Однако НАТОвский курс молодого бойца не помог нацгвардии победить ополченцев ДНР и ЛНР, которые за короткое время научились отлично воевать. Армия, надо заметить, ДНР и ЛНР, она состоялась. Я видел это своими глазами, я видел этих людей, ополченцев и командиров, боевые бригады, которые там стоят. Это армия. И она готова на боевые действия. Так вот армия ЛНР и ДНР, она существует. И она способна на многое, несмотря на то, что она в 10 раз меньше, чем армия, допустим, Украины. Тем не менее, украинские силовики не перестают нахваливать иностранную помощь в борьбе против ДНР и ЛНР. На этих кадрах медик батальона АЗОВ Степан Середа демонстрирует, какие замечательные аптечки для украинской нацгвардии прислали из США. Каждый сюрприз в виде браслетика. А это что? А то, такие они нам... Ну, я слово «фук» прочитал. «Фук Путин». А, «фук Путин»? Так, прекрасно. Видимо, подобные американские обереги с использованием ненормативной лексики в адрес российского президента должны помочь украинским силовикам в их священной борьбе против Донбасса. Однако АЗОВу браслетики не помогли. Этот батальон нацгвардии понес серьезные потери под Дебальцево. Кроме браслетиков, американцы прислали украинским солдатам и душеспасительные лекции. Посмотрите. 21 января 2015-го в ходе зачистки одного из терминалов Донецкого аэропорта ополченцы обнаружили у погибших бойцов украинской армии плееры с аудиозаписями проповеди американской миссии соприкосновения с истиной на русском и английском языках. На записи некий американский пастор Чарльз Стэнли, который призывает украинских военных довериться Богу и не бояться смерти. Подобные душеспасительные беседы, правда, не с мертвыми, а с искалеченными украинскими военными, ведет и командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бан Ходжес. Посмотрите. Во время недавнего визита в Киев генерал вздумал посетить один из военных госпиталей, где начал вручать раненым американские награды. Украинским солдатам Ходжес вручил нет ни ордена, и ни медали, и даже не значки, а жетоны. Это знак сухопутных войск США в Европе. И наоборот, и сказано, что вручено лично главнокомандующим сухопутных войск США в Европе за высокие достижения, за отличную подготовку. Я горжусь вами и вашей службой. Слова благодарности украинскому солдату из уст американского генерала кажутся более чем странными. Как и сам процесс награждения. Но особый цинизм ситуации заключается в другом. Эти наградные жетоны вообще не несут какой-либо ценности. Как выяснили блогеры, такие жетоны продают на интернет-аукционах по цене, внимание, 9 долларов за штуку. Посмотрите. Что делать с 9-долларовыми железками, искалеченные украинские солдаты не понимают. Честно говоря, медаль мне не дала ничего практически. Разве что когда-нибудь, может, сын, ему уже 6 лет, подержит в руках и скажет, вот мой отец такой заслужил. Этот 24-летний парень потерял руку Поддебальцева. Но теперь у него есть американский значок. Искалеченные войной судьбы молодых украинцев это настоящая трагедия. Однако во многих городах страны, куда сейчас возвращаются выжившие украинские военные после поражения Поддебальцева, вместо дней скорби и траура устраивают песни и пляски. Вот так под аплодисменты и оркестр военных встречали в Запорожье. А это кадры из Житомира. Сюда вернулись бойцы 13-го батальона 95-й аэромобильной бригады. Та же картина. Вернувшихся из Дебальцевского котла встречают как героев. Хотя воевали они плохо. В Ивано-Франковск живыми вернулись бойцы 128-й горно-пехотной бригады. Их встречали с цветами и криками «Спасибо!» Украинские силовики возвращаются по домам, где их встречают как героев. С хлебом с солью. Хотя, по мнению военных экспертов, радоваться особо нечему. Воевали плохо, понесли большие потери. Не говоря о том, что саму карательную операцию против жителей Донбасса освободительной войной явно не назовешь. Но чему так радуются украинцы? Почему вместо траурных шествий устраивают чуть ли не городские гуляния? Возможно, потому, что большинство населения Украины по-прежнему думает, что никакого дебальцевского котла не было. Что была маленькая победоносная война против Донбасса, в которой Киев победил. Этот фрагмент репортажа одного из украинских телеканалов. Журналисты сообщают, что украинские силовики хоть и с потерями, но вышли из дебальцевского котла. Доморощенные террористы, российские военные, гибнут сотнями около Дебальцева. Потери противника там были просто невероятные. А вот о том, насколько большие потери украинские силовики понесли на Донбассе, киевская власть населению не сообщает. По официальным данным, в боях под Дебальцевом погибли всего-то три десятка бойцов украинской армии. Послушайте, эти цифры озвучивает диктор новостей одного из киевских телеканалов. По официальным данным Генштаба, за три предыдущие недели под Дебальцево погибли 22 военнослужащих. В день выхода еще 14 и 157 ранены. 90 бойцов попали в плен и 82 пропали без вести. Цифры, озвученные украинским телеканалом, военных экспертов наводят на размышления. Ополченцы называют другие цифры. В Минобороны ДНР заявляют, что потери украинских военных за время операции в Дебальцево превысили 3000 человек. Но как так вышло, что Киев утверждает, что погибло 30 человек, а по данным ДНР – 3000? Дело в том, что на войне первой жертвой становится правда. И информационная война, она идет до войны, во время войны и после войны. И на войне все врут. И те, кто правы, и те, кто неправы. Поэтому точных данных о потерях украинской армии очень сложно получить. Все понятно, что только можно, пересчитав трупы, сказать, сколько людей погибло. Кроме того, говорят эксперты, многие убитые силовики числятся пропавшими без вести. Киевской власти это выгодно вдвойне, ведь родным погибших не надо выплачивать компенсацию. Пропал человек, сам виноват. С другой стороны, скрывая истинные масштабы потерь, киевские военачальники заботятся о собственной репутации перед западными покровителями. Кому интересно признавать, что их солдаты плохо воюют. Кроме бездарности украинских генералов, кроме воровства в украинской армии и коррупции, которые там процветают, еще был очень важный моральный фактор. Дело в том, что украинская армия не знает, за что она воюет. За интересы олигархов, за непонятную территориальную целность Украины, за националистическое украинство, как говорит Порошенко. Непонятно за что. Почему они должны проливать свою кровь и еще не получать за это ни деньги, ни никаких наград? Тем не менее, официальный Киев, похоже, собирается вести войну до победного конца. И западные генералы этот план поддерживают. Иначе для чего? Несколько стран в обход НАТО направляют на Украину очередной десант военных инструкторов. Премьер-министр Великобритании Дэвид Камерон заявил, что Англия совместно с Украиной разработает программу подготовки пехоты для обеспечения большей выносливости войск. А для этого Британия пришлет 150 своих военных инструкторов. В течение следующего месяца мы будем отправлять британских военнослужащих для консультации и для различных задач. От военной подготовки до тактической разведки и от логистики до оказания первой помощи. И совместно с Украиной разработаем программу подготовки пехоты для обеспечения большей выносливости войск. Помимо 150 британцев, на Украину собираются аж целых 10 инструкторов из Канады. Об этом сообщила местная газета Globe and Mail. Канадцы будут отвечать за подготовку украинской военной полиции. Чему киевских силовиков могут обучить канадские специалисты? Большой вопрос. Например, 22 октября 2014 года 32-летний гражданин Канады с ливийскими корнями Майкл Зехаф Бибо застрелил канадского солдата возле национального военного мемориала. Затем террорист открыл стрельбу внутри парламента Канады. Причем в тот момент в здании находился канадский премьер-министр Стивен Харпер. Его эвакуировали в безопасное место, но работу полиции оценили как крайне неэффективную. Вооруженные силы Канады также ничем особенным похвастать не могут. Несмотря на это, военные специалисты из Канады собираются чему-то научить украинцев. Доблестный, командующий армией в США в Европе Бен Ходжес, прославившийся вручением украинским солдатам жестянок вместо медалей на днях, тоже объявил о начале масштабной подготовки киевских силовиков американскими инструкторами. Я думаю, что есть некоторые сферы, где мы можем помочь. Этой весной мы будем помогать в обучении, как сохранить жизнь раненым, также как защититься от российской артиллерии и в защите против использования систем коммуникации. Тренировочные миссии начнутся в марте. На сайте государственных закупок США уже даже появился тендер. Американское правительство объявило конкурс на обеспечение перемещений по Украине своего военного персонала. Ездить, видимо, придется по территории Львовской области, ведь обучать украинцев будут в основном на полигоне в Яворском районе. НАТОвские учения на Яворском полигоне под Львовом проходят не первый раз, не второй, не третий. Сценарий этих учений, как правило, один и тот же. Какие-то террористы напали на свободолюбивое государство, и НАТОвские войска, войска стран НАТО приходят им на помощь. Громят этих террористов, освобождают заложников, арестовывают преступников и одерживают победу. В этих учениях, как правило, принимают участие мотострелковые подразделения и танковые подразделения. Часто эти учения проходят на компьютерах в виде командно-штабных тренировок. И войска на территории обозначают присутствие террористов, присутствие войск НАТО и так далее. На этот раз тренировать украинцев будут специалисты элитного подразделения американской армии. В марте-апреле 2015 года на Украину прибудут 300 бойцов 173-й воздушно-десантной бригады, которая в разные годы отметилась во Вьетнаме, Ираке и Афганистане. Правда, многие эксперты сомневаются, что эти 300 спартанцев чему-то научат украинских силовиков. То, как тренируют американские инструкторы и чужие армии, мы знаем на примере Грузии. По августовской войне 2008 года, когда грузинская армия вероломно напала на наших миротворцев и на Южную Осетию. Человеческий материал, грузинские солдаты, грузинские офицеры не выдержали стойкого сопротивления наших миротворцев и наших воинов. И как только по ним был нанесен более-менее соразмерный удар, они тут же обратились в бегство. Эксперты считают, западные инструкторы, которые тренируют народы для ведения гражданских войн, в последние годы мало преуспели. Это НАТОвские специалисты обучали правительственную армию Афганистана перед тем, как спешно покидали страну. Ведь миссия НАТО в Афганистане провалилась. И сегодня в стране царит полный хаос. Примерно тем же окончилась миротворческая операция США в Ираке. Обученная западными инструкторами местная армия не в состоянии противостоять боевикам ИДИЛ. Причем это признают даже сами американские специалисты. Например, экс-аналитик ЦРУ Рэй МакГовер. Инструкторов НАТО тысячи. Прежде всего мне приходит на ум генерал Дэвид Петреус, который хвалился тем, что обучил сотни тысяч иракских солдат. Примерно в это же время, в прошлом году, когда войска ИГИЛ начали стрелять из пары Калашниковых по этим профессионально обученным солдатам. Они просто спаслись бегством. Конечно, я преувеличиваю, бежали не все. Офицеры ретировались на вертолетах на юг. Нельзя обучить людей убивать их братьев. Нельзя вторгаться в чужую страну и обучать людей убивать их сограждан. По мнению аналитиков, то, что отлично умеют армии НАТО и их военные инструкторы, это стрелять на компьютерных полигонах по виртуальным целям. Чтобы потом, после нелегкого трудового дня, расположиться в удобной казарме. Кроме того, солдаты НАТО любят вкусно поесть и прошвырнуться по магазинам. Посмотрите, эти кадры сделаны в Донецком гипермаркете, где еще несколько месяцев назад коротали время западные военные специалисты. Правда, из ДНР их выгнали. Видимо, теперь инструкторов НАТО стоит искать в торговых центрах Киева и Львова. В общем, пока помощь военных специалистов стран НАТО Украине победы не принесла. Разве что новая партия инструкторов из Великобритании, которых премьер Кэмерон отправляет в Донбасс, поможет героям АТО. Вообще, все это выглядит очень странным. Не успела фрау Меркель, которая, прямо скажем, совсем не юного возраста, выспаться после 16-часовых переговоров в Минске, за которую ее, кстати, решили представить к Нобелевской премии мира, как ее же товарищ британский премьер решил внести свою неожиданную лепту в мирный процесс. Не отстает от британского коллеги и президент США, который готовит для Украины партию оружия и грозит новыми санкциями. В общем, либо госпожу Меркель таким цивилизованным образом решили отправить на пенсию, либо мир на Донбассе не входит в планы наших западных коллег. А значит, война на Украине в этом случае будет продолжаться. Эти кадры сняты 9 марта 2015 года. В порт Риги прибыл американский грузовой корабль «Либерти» с военной помощью из США. Посмотрите, как выглядит эта помощь. Кроме 120 единиц военной техники, в Латвию также прибыли 3000 военнослужащих 3-й пехотной дивизии США. Мало того, штаты не поскупились и прислали в Латвию не старые списанные грузовики и ненужные стрелковые оружия, как обычно, а новейшее вооружение. Танки М1А2 «Абранс» – средняя цена одного такого 4 миллиона долларов. Присланные БМП М2А3 «Брэдли», которые считаются одними из лучших бронемашин в мире, тоже обошлись штатам в копеечку. Американский аттракцион невиданной щедрости в Латвии. Событие столь знаменательное, что мэр Риги Нил Ушаков даже сделал селфи на фоне выгрузки техники. Гражданам Латвии политики объясняют, бронетехника и военный персонал из США только списанные венгерские танки Т-72. Причем за них Украина заплатила как запригодное к использованию в боевых действиях. Об этом сообщается в венгерской интернет-газете, которая и обнародовала эту историю. Кроме старых венгерских танков, в распоряжении вооруженных сил Украины есть и английские БТР «Саксон». Правда, тоже списанные. Десять лет назад. Мало того, эту рухать Украина тоже купила за собственные деньги. Теперь эти снятые в конце 90-х с вооружения британской армии БТР колесят по Украине. Посмотрите, 8 марта «Саксоны» видели в Запорожье. Индийские танки. БТР. 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 Британия продала Украине просроченные БТРы, а Канада отдала в дар непригодную военную форму. Посмотрите, 28 ноября 2014 года в киевский аэропорт Борисполь приземлился самолет с военной помощью из Канады. Министры нас очень нужны стране для защиты от агрессии северного соседа, то есть России. Тема российской военной угрозы не только постоянно муссируется в прибалтийской прессе, но агрессором нашу страну называют некоторые прибалтийские политики. Например, спикер латвийского сейма Инара Мурниеце, которая отказалась в декабре 2014 года встречаться с послом России. Я считаю Россию страной-агрессором, поэтому не вижу возможности встретиться с послом России, пока Украина бьется с этой страной. Правда, в отличие от Латвии, куда на днях США прислала новейшую дорогостоящую бронетехнику, Украине ничего подобного пока не перепало. Во всяком случае, официально оружие для украинской армии США не поставляют, но неофициально, оно присутствует. Вот лишь одно из доказательств. Американский противоминометный радар ЛСМР. Он достался бойцам ДНР в качестве трофея после отступления украинской армии под Дебальцево. Конечно, киевская власть уже давно у богатого американского друга выпрашивает что-то посерьезнее радаров, но США не дают. Штаты оказались глухи к просьбам президента Порошенко подарить Украине переносные противотанковые ракетные комплексы Джавели. В США они вняли и голосу своего грузинского друга Саакашвили, который сейчас подрабатывает советником у Порошенко. И даже бравый комбат Семен Семенченко штаты не впечатлил. Главарь знаменитого карательного батальона Донбасс ездил в Вашингтон осенью 2014-го за оружием для Нацгвардии, но вернулся не соло нахлебавшим. Всего, чего пока добился Киев от Запада, это то, что им собираются прислать новых военных инструкторов. Призывая инструкторов НАТО, Киев готовится к войне, открыто об этом говорит, к реваншу, к тем, что им поставят всякие там Джавелины и Апачи, и всякое современное американское вооружение. Они вот искренне верят, это их такая уже даже религия стала военной. И они, конечно, хотят реванша. Конечно, американские политики-генералы постоянно твердят о желании помочь Украине взять реванш. Но пока из-за граничного оружия у Киева... В студии РНТВ Игорь Прокопенко. Здравствуйте. Кажется, у официальных лиц США наступило время официальных признаний. Не успели мы удивиться откровением Обамы, который неожиданно заявил, что Штаты все-таки были посредниками в государственном перевороте на Украине, и вот новое шокирующее признание. На этот раз от официального лица Госдепа США Джен Псаки. Сообщая о своем уходе в декретный отпуск, что, безусловно, важно для любой женщины, Псаки заодно подтвердила и участие НАТО в военных действиях на Украине. Об этом она заявила в интервью одному из информагентств в Эстонии. Но если это так, а сомневаться в словах официального представителя Госдепа на Западе не принято, тогда возникает вопрос, почему же украинская армия под управлением инструкторов НАТО так плохо воюет? Сплошная безграмотность, предательство и незнание элементарных законов тактики. Быть может, не так страшен натовский консультант, как его молюют? Подробности в нашем следующем репортаже.